приветствую вас уважаемые друзья и зрители канала александр всего хобби сегодня хочу поделиться с вами одним интересным вкусным рецептом как я делаю картофель в горшочках запекаю в духовке получается очень и очень вкусно запекать картошку в духовке буду в таких вот глиняных горшочках очень люблю делать в них потому что вкус получается такой замечательный интересный но если у вас нету глиняных горшочков заменить их могут такие вот специальные контейнеры для запекания продаются в гипермаркетах но все-таки рекомендую готовить глиняном горшочке потому что мне кажется в нем все-таки вкуснее ну а теперь расскажу что нам понадобится для приготовления моего блюда понадобится конечно же картофель нарезанный ими небольшими кубиками понадобится мясо мясо можете использовать любое курятину свинину говядину нарезаю такими вот кусочками понадобятся грибы грибы можно использовать как шампиньоны и вешенки с лесными грибами будет намного вкуснее как видите лук и грибы я заранее обжарил обжаривал не сильно когда лучок прихватился я выключил и остудил приправа приправа по вкусу используется но я взял такое сочетание которое мне нравится сушеный чеснок сладкая паприка соль сушеные томаты зира базилик и немного тмина и для вкусного соуса нам понадобится соевый соус горчица медовая люблю за то что она такая сладенькая и понадобится 300 грамм майонеза ну а теперь приступаем приготовлению нашего блюда и начинаем послойно укладывать все горшочки для начала приготовим соус возьмем горчицу добавим майонез горчицу добавляйте по своему вкусу я люблю чтобы было побольше выливаем соевый соус и добавляем приправа и все хорошенько перемешиваем перемешиваем до однородной массы у нас должно все получится пока наш соус настаивается начинаем выкладывать слоями немного мяса на самое дно горшочка добавляем как кофе быстро немного все высыпается но ничего страшного на вкус блюдо это не повлияет заполнили наполовину горшочки картофелем и добавим еще немножко мяса и сверху закроем картошечкой теперь это все утрамбуем и и добавим грибы с муком как это все ароматно пахнет когда это все начнется тушиться и запекаться в духовке вообще очень вкусный аромат уже хочется попробовать данную картошечку я знаю что она вкусная друзья поэтому рекомендую вам попробовать приготовить по моему рецепту теперь добавим еще немножко картофеля у нас сверху был и заливаем нашим соусом не волнуйтесь когда начнет все запекаться в духовке этот соус пропитает все наше блюдо потом все равно когда будете выкладывать вы еще перемешаете данный картофель тарелки вот наши горшочки готовы к запеканию ну а теперь точно также сделаем в наших контейнеров для запекания тоже выкладываю сначала мясо потом выкладываем картофель чем удобны контейнеры тем что порционным можно сделать на одного человека удобно достали из духовки остудили и можно приступать к еде теперь выкладываем грибы все распределяем сверху заливаем нашим соусом ну а теперь закрываем все крышками специальными и отправляем все в духовку как видите вот так у нас все поместилось на наш противень теперь противень убираем в духовку духовку выставляем на 200 градусов и будем запекать нашу картошечку примерно час двадцать вот такая у нас друзья получилась картошечка прошло полтора часа на всякий случай я подержал побольше по времени чем хотел чтобы полностью все хорошо приготовилось вот получилось мяско картошечка грибы сейчас выложу все на тарелочку на тарелочку попробуем я попробую вам передать словами данный вкус но запах друзья на кухне просто просто обалденный так и вот друзья красота у нас получилось картошечка грибочки мяско соус как видите пропитался по всей картошке запах очень приятный очень ароматный взял хлебушка черного сейчас попробую постараюсь вам передать вкус очень хорошо мясо пропеклось такое мягенькое мягенькое стало с грибочком соус очень хорошо чувствуется всего в меру и приправы и соли вообще горчичка чувствуется рекомендую друзья попробуйте приготовьте рецепт не сложный но очень очень вкусный попробуйте будете готовить постоянно на этом видео заканчиваю всех благ вам вашим близким до новых встреч оставайтесь на канале дальше будет интересней